Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 мая, завтра у нас первый летний день, хотя по факту мы уже полтора месяца в состоянии лета живем. Завтра у нас проводы, последний котеночек от нас уедет. Вот один остался, вот этот вот серенький. Не знаю, что будет с Надюшей моей, она, наверное, будет очень переживать. Когда котята по одному начали исчезать, она очень волновалась, искала во всех углах, думала, они где-то застряли, потерялись. И вот этого одного она теперь с него глаз не спускает. Как я уже говорила, в эти выходные я ничего особо такого делать не собираюсь. Завтра будут подкормки. Занимаемся благоустройством. Видите, уже красивые зеленые бочки появляются у меня на участке вместо всяких обгрузок. Даже вот бак для воды покрасили. Там тоже бочка зеленая. Появляются на участке первые покрашенные палочки. Мне вот предлагали, что те, которые заплесневелые, что их в бочку с медным купоросом. Но я не представляю, где взять столько медного купороса, чтобы бочку развести. Там предлагали еще этим паяльником или чем-то обжечь по дереву. Но я все делаю, но паяльником пользоваться я не умею. Мужу некогда, у него выходной один выпадет. И то он мне то капельный полив делал, то этот куб устанавливал. Короче, некогда. Я решила помаленьку, хоть по несколько штук, но буду красить. Смотрите, какой красивый зеленый цвет. И тут же в пару бочка. Красавица. Еще не все капельные разложены. Вот сегодня будем еще капельные поливы последние раскладывать. Тут одна зрительница меня просила в теплице с подогревом показывать не только ботяню, но и другие. Я вот прошла в средину. Тут показывать-то проблематично, тут у меня немножко тесновато. Вот вам не ботяня. Это у нас любимый праздник. Вот видите, подписано не ботяня. Это любимый праздник. Но точно так же столько завязи, не имеет значения какой сорт. Они все ведь высажены рано. И у них у всех уже хорошие такие кисти висят. Сейчас пройду, еще немножко проползу. Вот я зашла с другой стороны. Сейчас здесь покажу. Это тоже, конечно, не ботяня. Это какие-то другие огромные томаты. Но тут у меня, к сожалению, я тут этикетки на все не наклеила. Но видно, что независимо от сортов, завязи уже сформировались почти у всех томатов. В центре теплицы, пока я вот эту лишнюю зелень не уберу, мне там снимать проблематично. Я вот снимаю, могу снять в начале и в конце теплицы. Вот тут сначала, вот они тоже. Ой! Помидоры на всех кустах. И в начале, и в конце, и в средине. В уральской теплице я тоже провела работу над ошибками. Я показывала вам, что я привязывала к помидорам. Ну, потом мне сказали, что неправильно. Я все повыдергивала. Вот нагнули вот таких вот длинных, таких как бы скоб. И я все перевязала вот на такие крючки. Крючок втыкается рядом с томатом. Все их подняла, которые были не подвязаны. Ну, а этот центральный проход пока оставила на этих, ну, как их, коле, не коле. Ну, короче, забыла, называется как на арматурах. Пока в этом году будет так, потому что переделывать мне уже некогда. Днем в теплице очень жарко и работы очень много. Хочу еще показать еще раз вам поматы черри. Я говорила, что нынче черри мы, я уже много лет не выращивала, маленьких детей нет. Сама люблю крупные. Но так как у нас Марка уже подрос, решила вот этих детских маленьких вкусных томатиков, как игрушечных, нынче много навыращивать. Так как места в огороде мне для них жалко, я уже показывала, что я их посадила в мешки. В мешки, прямо вот под окном. Вот видите, веревочки, вот окно. Ну, и вот вдоль прохода, как к нам заходишь домой, к крыльцу идти, вот они стоят, вереница. И меня так поразило, что они, мне кажется, они выглядят лучше всех остальных томатов, даже тех, которые на свободе, в открытом грунте. Вчера заглянула, смотрите, вон они, видите, уже маленькие помидорки. Их тут, наверное, будет очень много. Я вообще как мечтала, чтобы был здесь каскад и специально собрала всех разных сортов. Есть бычий глаз, который красный, афро-черри, которые черные, потом эти солнечное лето, которые желтые. Короче, все-все разных-разных цветов, я их вот так вперемешку делала, чтобы был здесь такой каскад вот по этим веревкам. И вот эти грозди, как виноград, висели. Не знаю, что будет, но пока они меня радуют, они прям делаются такими толстыми. Сразу видно чернокожих, вот видите, видно, они выделяются. У них и листья более темные, и стволики как бы фиолетовые. Это вот афро-черри, наверное. Но я, короче, не разберу, пока они у меня не вырастут, не покраснеют. Они у меня, конечно, записаны по номерам. Вот мешок номер один, какие сорта, мешок номер два, мешок номер три, мешок номер четыре. Но мне сейчас не важно. Главное, что их, смотрите, сколько у них завязи, это прям многодетные же. По 10, по 20, там есть даже которые по 40. Я уже представляю, какое это будет зрелище. Море маленьких разноцветных томатиков. Ну посмотрим, что получится. Тут у них только место, конечно, не очень удачное под окном. Тут вот сейчас полдня будет тенек, а полдня будет солнце. Но так как я в таких условиях уже выращивала другие томаты, они... Ой, детские игрушки везде у нас. Они растут, так что ничего страшного. И когда я говорила, что займемся благоустройством, наведем порядок на участке, занявшись благоустройством, мы навели еще больший бардак. Вот здесь, смотрите, вот я тут поставила стол, это палочки красить. Тут я подбираю эти обрезки линолеума, которые дорожки застелить. Дальше дед тут у меня, муж мой взялся доделать Марику детскую площадку. Там увидел, что у машины что-то не так, нужно какие-то еще скамеечки, чтобы дети там сидели. Там детей море приходит на нашу эту площадку, потому что рядом площадок нет, и качели, вот эта машинка с песочницей их так привлекает. Тут же красим эти черные доски. Тут же красим бочки. Короче, из наведения порядка получился такой у нас тут бардак, и все же надо, все это нужно делать. И куда делать? Мы живем в городской черте у нас. Небольшой вот этот дворик, весь заваленный вот этими всякими нашими приспособлениями. Муж вот завтра уйдет на неделю на работу, а я буду потихоньку, потихоньку, по одному миллиметру наводить порядок. И, конечно, мне всегда помогает Надюша, если хотя бы не делом, то словом, таким поддерживающим взглядом говорит, молодцы. И вот сейчас, стоя, оглядывая взглядом огород, я такая подумала, многие же думают, что весной тяжело, вот эта высадка, все сложно, утепление. Но работа только начинается. Вот завтра 1 июня, первый летний день, и все лето у нас самое ответственное. Теперь я уже знаю, что все, рассада сохранена, все у нас растет. Теперь начинаются обработки. У нас сейчас где-то, может быть, паутинный клещ появится. У кого-то из нас, может быть, даже белокрылка. У меня два месяца жаркой погоды ни одной белокрылки не вылезло. Значит, я думаю, что я ее в прошлом году все-таки уничтожила. Остаточные там какие остались, несколько штук, наверное, замерзли. И вот сейчас вот эти обработки. У кого-то начнется вершинная гниль, у кого-то еще что-то. Все нужно поливать. Тем более у нас такая жара. Поливы, насекомые вредители, заболевания, подкормки. Это такой плотный график, что некоторые думают, как, ну все, высадили, сейчас отдохнем. Нет, работа только начинается. Готовьтесь. И это самое интересное. Ведь только в борьбе вот с этими насекомыми вредителями, с болезнями, ты понимаешь, что ты чего-то стоишь. Потому что если бы просто так все вылезло и выросло, даже неинтересно было бы. Главное победить все, непогоду, вредителей и получить богатый урожай. А потом уже осенью будем делать заготовки, будем дегустировать. Люблю осень, когда всего много, когда все спелое, когда одну попробуешь помидорку, другую, одна вкуснее других, а красота какая. Можно только просто ходить, любоваться, даже не кушать. Все, до свидания. Желаю всем богатых урожаев, хорошей погоды. Пошла заниматься благоустройством или как анти-благоустройством.